всем привет дорогие друзья поговорим о трансферах спартака ну вот то что по поводу тренера все это муссировалось с прошлого года выкидывались всякие фамилии там я единственный кто сказал что есть в шорт-листе два человека и фамилии которых не будут не мелькать ничего так оно и вышло эти две фамилии станковича риера вот оба косвенные связаны с россией как всегда оказался прав теперь по поводу трансферов которые сейчас то что раздувает вот это вот со всех утюгов так называемые эти все люди которые все на ведомости конечно они все на ведомости это стопроцентно поэтому они все это делают никакого конечно трансфера соболева в зенит не будет это бред сумасшедшего вот все это высосанное с пальцем оплачены деньгами не за какую сумму там дело не в сумме как который просто этот трансфер не будет и все никогда примите как данность этаж как этих двух тренеров спартака которых никто не называл вот касаемо других трансферов спартака на вход и на выход значит соболевым закрыли тему там очень много пишет что ты этого всех этого друзья это невозможно сделать я объясню почему игроки находятся на контрактах все у них там договора до двадцать шестого двадцать седьмого двадцать восьмого года как можно выкинуть допустим вот эти короткие штанишки или татару или зиму миллер милированного вот этого медиа игрока которому кубок не нужен чтобы их куда-то отдать на что кто-то зарплату их не перед и перенял личку какие-то клубы они ушли там с выкупом без выкупа прямой трансфер там или в аренду это все должно быть организовано понимаете это просто нереально если конечно хочется отправить к махал махалычу на дно туда на женское место куда это туда в локомотив к махал махалычу и короткие штанишки и татару конечно и зиму милировану но это просто нереально если каких-то там несколько игроков они что-то вот дам муджики кончился договор он свободный агент ушел естественно может закончился договором ушел свободный агент даже карлсона который живет на крыше и ловит филе рули тоже вот там тот клуб этот но они говорят давайте мы возьмем варенду а зарплату пусть спартак платит естественно это ру не хочет делать и не хотят этого делать гермафродиты из лукоева там того отдать давайте отдадим этого это все невозможно все только в этих на словах можно писать только на этих сайтах интернет сайтах где там 99 процентов людей с симозом головного мозга так называемые спартаковские ресурсы поэтому массовый конечно распродажи никакой не будет массовый распродаж как как и массовые закупки у каких может быть 1 там 2 каких-то пристроить я не знаю кого каких-то там одиозных которые просится на выход естественно вот касаемо вратаря теперь ну конечно там пингвин основной вратарь усили да сели уже конечно утомился своими этими болезнями в кавычках пора уже ему туда в реха положиться и вообще там подшиваться и что я не знаю там если его вылечит конечно он как второй вратарь даже как первый может быть кого они там возьмут если даже сели уйдет это не принципиально какие-то фамилии называются там сусуев дюпин там лантратов худяков него от фонаря говорю не то что эти вот вторым вратарем можно быть но у вратарей редко травмность не будет даже второй вратарь любой там потянет тем более там это третий есть свинов которого конечно нужно избавляться не забудем 10 голов трех матчах очень слабый вратарь потому что вратаре друзья это не полкоманда это не хоккей уже много раз говорил давайте вспомним чемпионский сезон карреры когда ставил пилатес в воротах вот так напрягая память я вообще не могу вспомнить ни одного спасения пилатеса вот он чего был в воротах чего не был потому что там были навесов там был ещ ахильчик проверили да там был тоски бакетти там было глушаков полузащите зобни фернандо конечно опорник вот поэтому вратарь вот сейчас есть нормальный пингвина кто там будет под ним вторым там или третий с молодежки это вообще не принципиально этот такой будет не будет трансфер нечего рассматривать а то что у нас сейчас как бы сформирован блок такой сзади блок это очень даже неплохо это впервые за долгие годы это не говорит о том что сейчас придет душман ставкович и этот афирюга асмарал там начнут выигрывать там титулы и что-то всех крошить это не говорит об этом потому что как мы знаем сэр алекс фергюсон сказал это его знаменитые фразы что матчи выиграет нападение а турниры выигрывает защита в защите посмотрите конечно он будет играть в три защитника понятно уже 352 или 532 как вам как вам угодно называть вот там три центральных естественно туго ранее конечно это счет и сержант вот ну и крайне это понятно что товарищ это игрок основы правый защитник он не проходил зимой предсезонку он восстану сейчас он пройдет месяц там конечно это высокого уровня игрока он конечно в основу но слева там студий беттер куда уже деваться он будет играть плюс на замеру там есть кому выйти вот этот денисов который дает рябу пусть он даже слабый игрок это крайне защитники если они откажутся на избавиться вот это такое же как бы неплохо же но снова креатива нападение впереди это вообще друзья и полу защита да про соболева я уже сказал на какой зенит он конечно не уйдет останется в спартаке вот сможете с ним душман ставкович найти общий язык и другие мы знаем его характер с ним только т.д.ском мог найдет как он будет играть если найдет конечно он форвард высокого уровня там несмотря на все его там в голове тараканы он может играть и может забивать свои 15-16 голов за сезон и пасы отдавать какие вспомним как он бинга бонг отдал в динамо в первом круге когда 1-0 вообще фантастический пас вот ну там есть соболев есть конечно уганда еще плюс к нему уганда да но уганда совсем друзья не знаю даже не в этом дело что вы купили за большие деньги там отнимай деньги пусть 100 миллионов за него заплатят гермафродиты из лукоил он ничего ничего не показывает вообще там как он вернется после этого кубка южной америки или центральной там как он будет но естественно он тоже останется в команде никуда его не будут будут там его волей-неволей выпускать потому что два форварда нужны на то что хочет это душман ставкович месяца с моралом посмотреть вот этих так называемых мы тоже говорит друзья об уровне притязания трансфер да вот как как они хотят его по походу как этого руи виталия который хороший хороший руль ямы руи виталия до которого все устраивают и пиджак тоже помню не напоминает вот милешина с минского динамо милешина очень слабый игрок вообще дно уровня фнл и плюс балду и растаманта балда и вообще не знают балда там единственный вариант с ним расторгнуть договор и выплатить ему там эти у него сумасшедшая личка два с половиной миллиона как свое время помните выплачивали навесову и глушакову также здесь наверно с ним будут то что что он там будет просмаривать и где он там чунуть просто я не знаю вообще это исключается даже совершенно тут не надо этим инсайдом обладать касаемо растаманца растаманец да ну растаманец туда-сюда может быть еще как-то где-то я не знаю растаманец тот же как ребенок за ним присматривать он там сюда туда-сюда пришел там мари ванны дунул где-то или еще что-то такое где-то там вот он совсем костюмчик вирсачи надел и пошел там гульбанить да вот но в то же время растаманец где-то может на замеру там где-то может к свои пять голов он может забить может быть где-то может его и можно было бы оставить но хотя вспоминаем как он с трех метров не попадал в ворота впустые из двух помните в том сезоне с оренбургом и другие матчи я не знаю как 50 на 50 растаманец но если растаманец останется учитывая что впереди там ноль а что-то там они рассчитывать на какие-то покупки я тоже не знаю вот более-менее пускай так но полузащита покажи мне твою полузащиту я скажу твою команду твою лицу да мартинс вот только новость что они хотят мартинса продать вот и бесспорно сейчас стопроцентная основа и ведущий игрок полузащиты мартинс да ну бывают плохие матчи ну чай не хавис иньеста и сборной алексембург а так он дерпел очень хороший уровень он вторым темпом хорошо атакует более-менее там свои пять шесть голов забивает за сезон вот какой-то там удар у него есть что-то какая-то чуть он неплохой игрок мартинс вот ну и конечно мальвина тоже мальвина не знаю где его использовать под нападающими справа слева он тоже конечно игрок основа он может играть эти два полузащитника прутцев и зобнин это вот так замесите на рубить как из мультфильма двое заорца одинаково с лица не знаю там прутцев это зобнин в молодости вот про этот самый создает объем бегает 50 километров вроде он и нужен да и зоба роминочка и фоточка в инстаграме но зоба-то смотрите как в конце сезона откуда-то удар откуда еще берется там кастандару в девятку там удары с нижним новгородом с сска там и с этим с элимбургом которые не зашли там а с рубином зашел он учился бить не такую зубу может тоже наверное игрок основу ну конечно его на правом фланге не буду использовать там будет товарищ вы получаете что зоба но опять же не опорник друзья но вот там получается зоба или прутов там маркинс мальвин опять не стопроцентный потому что маркинс тоже не всегда выходит и мальвина в основе там тоже не не железная как у нас тройка там центральных защитников вот тоже немножко непонятно потому что все опять шестерки нет пятерки нету есть татара но татара все ну друзья чё говорить про татару мяч у татары это 90 процентов брака 90 процентов обрезов 90 процентов паса назад очень слабый игрок конечно его нужно туда к махал махалычу в локомотив естественно вот но опять же у него же договор зарплата кто его как его чего отдать и это тоже непонятно вот только легко на этих ресурсах писать отдать продать это все очень сложные вопросы понимаете спрос сумасшедший на татару вот так так что опять она остается литва но литва литву загубили понимаете как как загубили джико своими травм как сержанта загубили чуть она не полетела заднюю там с треском это доктор козлов для которого есть отдельный пешеходный переход то есть аферист коновал там скорая помощь по звонку сверху по блату как и все в спартаке они работают вот этот доктор козлов у литвы паховой кольцо видели но там ты первые ноги ему это это опять это нельзя консервать это надо на операцию ложится его на уколах личность литва он в принципе конечно пятерку он может играть что там с ним будет со здоровым я не знаю поэтому он провалил весну потому что он предсезонку не подходил и больной понимаете опять литва один не можем нужен второй опорник ему не может литва второй опорник типа фернандо огромный негр на перевес из французской лиги один уже плешет упроем неважно с какого клуба не важно как зовут там или бразилиц бразильцы нет ни одного как можно в команде играть не имея бразильцев 0 бразильцев да нету бразильцев и не купил бразильцы невозможно там ни за какие титулы конкурировать с зенитом там или с другими командами там динамо есть бразильцы там и во всех клубах в цска в зените которые конкурентные клубы спартаке нет понимаете вот как они будут играть и не за опять же безопорной зоны вот потому что татары это дно литва непонятно что со здоровьем зоба прутсовский мартинс это шестерки и восьмерки это не пятерки вот ну а мальвина это там она десятку может сыграть и не за кого угодно там вингеры и латерали теперь перейти там но с латералями понятно это товарищ там и студебекер или там на замену где-то который дает или ряба там калишный касаемо теперь о зина зина милированный зина не медиа футболист кубок ему не нужен ему не нужно вот вот зину в первую очередь хочется вместе с короткими штанишками с татарой вот туда вот освободить этот левый фланг но не знает как зима у него тоже зарплату тоже на договор как его тоже куда-то кинуть зину то вот так же как и с другого с правого фланга бинго-бонга тоже он пришел же его сейчас еще полляма там зарплата все бинго-бонга где-то чё-то может забить иногда выйти но стопроцентная основа не зина не бинго-бонга нельзя вот все середина на половину 50 на 50 нужно трешкин кафтан кроить знаете как крылов а вы друзья как не садитесь его музыкантам не годитесь вот так половинчатый зина долевой там непонятно бинго-бонга то он может в защите то он не может вот такой хотя вроде бинго-бонга там дел можете забить еще и пробить и убежать вот он один на один может реализовать что немногие у нас смогут вспомнить мать с балтикой преснопамятные три выхода один на уганда и короткий штанишек вот ну и конечно короткие штанишки вот это вот то ли нападающий друзьям то ли он десятка то ли он какое-то было непонятно ничего места на поле нет вообще никакого какая правильная гопальского какое ни у места набор это кто вообще короткие штанишки вот как вышел при карлине в 18 году там в девятнадцатомICH голу не сею головы так у нас коротких штанишках прибывает до сих пор вот игру игра и 10 стоит конечно вы место у макал махал comptа вот это все вот это брожение и напрашиваю 5-6 игроков нужно ну конечно этого не будет дорогие где там 5-6 игроков может быть купить 2 3 хотя конечно там якобы якобы что гермафродита из лукойла выделили 50 лямов евро на на трансферы вот якобы ну я как бы при всей моей любви к гермафродитам из лукойла и качкарику который шарик да а тоже афелюба конечно которую в химках видели кое-чем он торгует там вот ну допускаю да вот как вот можете так сказать подвергнуть меня астратизму да могу нигде вдруг правда выделить 50 миллионов на 5 колоний на 50 миллионов евро можно купить 10 человек по 3 миллионов а можно одного купить за 30 на замену пронусу вот это было бы да там за 20 до 30 какого-нибудь хорошего латиносы европа не поедут латиносу есть бразилии там где можно найти нормального за 30 который вместо промисов который будет делать разницу у нас нет игрока делающего разницу в отличие от зенита там их не один и не два вот у нас нет такого бомбардиры как кассиеры который забивает там бог знает сколько голов таких опорников как вендал и бариус такой калудине который может сделать ровно как сантос такой понимаете вот более-менее сейчас защите образовалась тройка центральных это да там на товарища надежда он игрок хорошего уровня вот так дорогие дон пингвин воротах я же повторял опять же середина полузащиты креатива нападение все вот такое 50 на 50 ничего да ну хорошо вот они эти деньги допустим там дали что они посмотрите на этого осмарала джафирист вот этот и душман ставку без большого счета ошибиться может там зиме отвести не будет ни осмаралов и душмана ставка вич как моя любимая фраза все карл с каких дел карл вдруг пришло час душман ставка начнет как при каррере выигрывать ничего фернандо есть да нет фернандо ну типа фернандо луис адриана нет тоже такого как санедов был да как глушак в той форме был зобов той форме был как евелин попов или индейц мельгарета которые чтец и дженеса на дубе на дубе и грец мог на всех флангах сыграть нет как доски и бакетти хотя тоже защита у нас вроде ничего вот родители то есть везде как какие-то машка дома ваньки нет понимаете все хотя казалось бы да для рпл вроде бы ничего сойдет но даже с этим для рпл сойдет не конкурентно способны все равно вот как они распределят эти в кавычках якобы 50 лямов если они какого-то одного за тридцатку купится двух по 10 там нормально вот это нужно качественных готовых игроков брать чтобы сразу он нет времени на раскачку понимаете как михаил анатель нужно сразу в основу чтобы он входил и играл понимаете вот как они уганду он там сейчас после эра дивизион голландии притрется при это при то сразу нужно готовых и не надо говорить что вот это даку из рубина албанит это все не то не то как сенатор говорил про карьеру пряди вот такой как антончик нужен хотя конечно антонечка нашего дорогого все души там сейчас там видел там он тренируется но желаю всего конечно любимый мой игрок великий спартаковский игрок великий подчеркиваю но мало надежды конечно что я честно говоря не верю потому что он не гражданин это был хотя бы гражданин россии ничего не там за стеной сделать не могут никаких там это очень высокий уровень никто этим не будет заниматься естественно вот так что антончик конечно желаю нашему дорогому но что сделаем друзья вот я вот так и ты вижу я конечно могу ошибаться там и по сумме и по игрокам но вот так купить от трех игроков просто трех конечно первую очередь опорника нужно вот это просто ну просто вот и вокруг него уже можно что-то там что-то там делать уже вокруг опорника, понимаете, вот ну и двух каких-то вингеров, одного вингера обязательно на смену Антончику потому что Зина это не годится ну может там бинго-бонго, не знаю на замену там или форварда, вот это там уже по ситуации, но опорник нужен просто это вообще как кровь бизнесу, у нас столько лет мы играем без опорной зоны у нас там дыра огромная, как у портовой проститутки этой самой из Гамбурга который просад, у него там отсутствует, все уже срослось, так у нас в опорной зоне, вот так дорогие друзья опять же по фамилиям я ничего не знаю врать не буду говорить, вот как по тренеру я говорил, что два, так вы что, какие там они сейчас, чего я не знаю, еще раз подчеркиваю, прособливает все вранье от первого до последнего слова кто там чего уйдет, кого там как они, массового не будет ни массовой распродажи, ни массовых закупок вот, так что потуже затягиваем пояса, так садимся и как всегда значит ждем, когда я честно, если ждете мой прогноз, я ничего хорошего не жду, не верю я ни в какие вот эти сказки волшебные, или уж Муромец сошел с печи там, пришел Душман Ставкович, там, Асмарал, такие аферики начали вдруг, типа у нас главный вредитель, очкарик там, шарик главный, который после истории с промисом, где его вина нужно было выгнать вообще с волчьим билетом, ну Гермофродита из Лукоила там, уровень их сынок Олег Первого, Ксюша Панин там, золотой дождь, струйные эти самые дела все, так что говорить вот так вот как-то как, ну что друзья с этим, другого Спартака у меня для вас нет, как сказал бы товарищ Сталин будем с этим жить, дорогие друзья, и кто-то говорит, верит в команду, надеется нет, в чем есть, каких дел, Карл, мне верит надеется, вот будет все как всегда, дорогие друзья, я же пока не буду говорить, что будет еще хуже, но хотя бы как всегда будет всех люблю, обнимаю, пока субтитры сделал DimaTorzok